так друзья 5 раундов мейн ивент предстоящего турнира это тяжеловес и ну как вы все прекрасно знаете мы любим вы любите все любят пятираундовые поединки тяжеловесов особенно таких перспективных как кертис блейдс и том эспинал не знаю ребят крайне интересный лично для меня поединок и я для себя как фанат с фаворитом определился здесь но как спортивное противостояние как мы все таки аналитический канал здесь все далеко не так однозначно но давайте все по порядку томас пенал это боец из англии как вы все прекрасно знаете постоянный спарринг партнер дары на тело и наверное можно сказать одна из самых впечатляющих фигур среди бойцов из англии это финише это ударка это борьба вот все у этого парня хорошо прекрасный универсал пока что под вопросом кардио но можно точно сказать это одна из лучших ярчайших звезд тяжелом весе прямо сейчас и противостоять ему будет такой парень как кертис блейдс он в принципе то тоже до сих пор является проспектом несмотря на огромное количество поединков которые он провел на настоящий момент можно сказать то что его пик еще не достигнут но при всей моей нелюбви к этому бойцу все таки можно сказать с каждым боем он показывает все лучше и лучше форму у него огромные габариты отличная кардио прекрасная борьба и как мы сейчас видим стойка тоже выросла он отлично работает на руках и по сути сейчас является прекрасным уверенным универсалом с чемпионскими амбициями да вот эти разговоры по поводу того что он там вынесет гону 10 раз из 10 это все хорошо это все людям надоело понятное дело но давай попробуем разобраться какие шансы у вас финала выиграть такого бойца прямо сейчас ну откровенно говоря это просто тяжелейший тест что ты думаешь об этом да знаешь чтобы чтобы проанализировать бои кертиса блейдса нужно не читать его интервью ну чтобы я имею до объективно до проанализировать нужно не читать его интервью нужно не заходить к нему в инстаграм и не читать посты иначе вы просто такую дозу кринжа словите что объективно уже не получится этого бойца ну как-то оценить если все-таки отбросить эти моменты постараться попытаться дату действительно кертис блейдс это ну это очень неудобный тяжеловес и откровенно говоря борцов в тяжелом весе ну так мягко говоря да практически нет и поэтому кертис блейдс выглядит для любого практически бойца как кошмаром да если если только не только конечно он сам не будет творить какую-то дичь да и мы знаем что ну вот стойку него более-менее вменяемая я бы даже сказал что хорошая это этому способствует как раз таки его борьба потому что ребят которые с ним бьются они боятся тейкдаунов они опускают руки они все время думают про перевод и поэтому кертис плейдс у него и так неплохая стойка ну как мне кажется он выглядит еще лучше да все свои стойки даже с ударниками вменяемыми и к тому же как и у любого наверное тяжа у него панч есть довольно таки тяжелый вот ну единственное заиграться он стойки тоже может сказать что он является пробитым я не знаю не могу сказать что прям вот пробит но но можно можно его нокаутировать но опять же ну с другой стороны ну тяжеловеса ну любого можно нокаутировать бывают очень редкие случаи да с крепкими подбородками ребята но действительно редкие случаи в тяжах вот такие моменты поэтому мы сейчас видим да что кертис плейдс это хорошая борьба это хорошая стойка это вменяемое кардио вполне себе да он устанет за 5 раундов да если бой будет длительный если бой затянется он устанет но он способен работать все 5 раундов да он знает что это такое он уже там был и мы можем сказать что он отработает да если что если это придется что касается томас пинала ну очень много давай откровенно да очень много галория сейчас перетекло в лагерь этого борца а бойца до борца а почему ну потому что вот он пришел и все он поражение не имеет всех уничтожает в первом раунде но от андрей орловский до 2 только дожил ну конечно хочется за него поболеть и честно говоря мне он тоже очень сильно импонирует как минимум потому что это зрелищный боец и если ты смотришь его бой ты понимаешь это будет интересно да это вряд ли будет скучно я уже выказывал и высказывал этот момент что мы немножко не знаем про его кардио практически ничего потому что это боец у которого все бои в карьере закончились досрочно да у него единственное да был там три по три в любителях в тринадцатом году но это даже можно не учитывать и у него были поражения ну одно дисквалом я это тоже не считаю да вот было у него поражение от со стюарда остина это прям ну посредственный боец скажем так и дичайше там а спина устал прям дичайше ладно вы мне скажете что ну про как бы вода течет да и уже это был пятнадцатый год но вот с тем же андреем орловским мне показалось что концу первого прям заметно вот прям заметно а спинал устал благо он подвосстановился благо он сразу же сделал перевод да сразу как вышел на второй раунд и сумел выиграть досрочно и все и мы уже опять не видели а спинала и соответственно ну это вопросик это вопросик мы не знаем как он будет выглядеть во втором раунде в третьем а в четвертом а в пятом я практически уверен что он очень сильно устанет но он все конечно же безусловно да он может просто закончить бой быстро и мы и мы опять будем сидеть гадать а чё у него там с кардио нормально нормально таки ну наверное нормально да вот я я кстати еще знаешь что хотел сказать я прям хочу до публично поблагодарить подписчика который обратил внимание перед в прошлом подкасте когда мы аспинал разбирали что у аспинал на самом деле база джиу-джитсу спасибо большое да я всегда к таким вот прям знаешь конструктивной критике я прям отношусь супер позитивно спасибо большое я почитал его интервью и реально интересно он оказывается с детства то ли с восьми лет что такое знаешь начал заниматься джиу-джитсу потому что у него отец тренер по джиу-джитсу и супер интересный момент насколько я понял вот у него сейчас черный пояс ему отец этот черный пояс и выдал тут конечно у меня вопросы некоторые знаешь к легитимности этого пояса типа можно ли его сравнить с поясом там какого-нибудь виду мы например тоже черным да это вообще сопоставимые вещи значит мне больше всего интересует по поводу его этого пояса больше всего интересует как он со спины работает потому что если ему так даун дифонса не хватит все-таки кертис блейдс это боец который обладает не только борьбой но еще и габаритами представьте скинуть себя вот этого парня который весит 120 килограмм и при этом еще владеет техникой борьбы ну я если честно не представляю возможным чтобы это вот просто так легко было до защищаться от его борьбы можно но если он сел на тебя сверху это реально будет очень большая проблема так что если он из этой позиции сможет выбраться то мое почтение просто ну да ну в таком случае мы скажем что у него замечательный легитимный черный пояс да просто все хорошо с джиу-джитсу но любом случае какие-то навыки есть да он там в каких-то соревнованиях участвовал ну кстати не по черным поясам правда но наверное для тяжеловеса этого да плюс минус достаточно вот и в любом случае даже учитывая что у него вот такая база есть все равно это ударник в первую очередь в первую очередь да он где-то может сделать перевод ну в этом бою вряд ли это будет играть какую-то роль здесь будет играть роль действительно насколько он будет точен насколько он будет хорошо двигаться и насколько он сумеет защищаться от борьбы если кертис play все-таки где-то его поймает где-то прижмет да попытается сделать перевод и вот что как у него с этим аспектом здесь мы видим следующий коэффициент томас пенал идет за 1 и 77 вот сейчас на данный момент 1 и 77 2 и 14 кертис blade что я могу сказать по этому поводу ну наверное то что что наверное на правах просто хозяина да на правах домашнего бойца наверное томас пенал идет фаворитом потому что я не понимаю почему он идет фаворитом на правах хозяина шутечка такая у тебя на грани просто я понял я понял вот ну кстати после боя да посмотрим сумеет ли освободиться блэйдс я просто да к чему это все веду ну типа мы видели блэйдс на протяжении пяти раундов мы точно знаем что у него и стойка нормальная борьба нормальная да то есть я вижу что на бумаге по идее чуть больше у блэйдс шансов по идее у томас пенала шанс нокаутировать соперника вот я это вижу примерно вот так и в таком случае почему боец который у которого шанс нокаутировать я я опять же я сейчас просто свою картину да свое видение этого боя говорю в таком случае почему да второй боец идет фаворитом я не совсем это понимаю естественно этот бой наверное делаю для спинала естественно это у него да в родной стране происходит ему дает бойца которого уже нокаутировали и не один и не два раза поэтому ну наверное для спинала эта победа была бы очень хорошая но так таковы ли велики шансы ее добыть я в этом не уверен вот опять же если отбросить кэфы я с удовольствием притоплю зато ма спинала да чтобы он нокаутировал соперника мне нравится этот боец реально нравится классный и мне не нравится кертис блэйд очень вызывает такие негативно кринжовые чувства я думаю ты согласишься с этим да поэтому конечно хочется чтобы спинала вырубил но если с точки зрения кэфов и ставок рассматривать мне кажется кертис блэйд здесь поинтереснее смотрится и я бы выбрал с точки зрения стал кертис и блэйд вот так ну а так удача спиналу конечно да мне добавить здесь по сути нечего потому что я как фанат тоже жажду желаю просто всем сердцем чтоб томас пинал на своей домашней арене зажег там просто все там чтоб феерия была и мы увидели следующего претендента на пояс ну как вы все прекрасно знаете это классно будет весело но кертис блэйд своим вот этим методичным мерзким просто прилипчивым стилем может все это просто говорю просто в какую-то в такое дно загнать но ведь может может да и шансы на это гораздо выше чем нам предлагают увидеть потому что если так посмотреть ну по сути у него практически всегда это получалось это моя спинала нельзя назвать самый физически крепким бойцом с которым кертису удавалось драться так что ребят я всей душой здесь буду болеть за тома спинала но кертис блэйд как боец который имеет больше шансов я с этим полностью согласен и да все таки думаю небольшое преимущество у него есть